здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика незапланированное видео девчонки я решила вот была просьба девчоночек мастер-класс этого топа вы знаете вот пока я буду его вязать и пока я это все дело сниму и вам выложу это будет очень очень долго поэтому вы знаете что я решила я думаю этого будет вполне достаточно я схематично по этому топу вам все объясню где я что и как вязала вот тут мы даже все сможем просмотреть вот завязочка если это простая цепочка то это я даже объяснять я ее снимаю и мы будем с вами разбираться вот смотрите чашечка я тут уже немножечко подсчитала у меня я не буду говорить точное количество рядов петель потому как еще раз повторяюсь нитки у всех разные крючки разные размеры разные я буду говорить о принципе девчонки поэтому не буду я считать петли и ряды я буду говорить что где и как я вязала вот первое что мы вяжем мы вяжем две чашечки тут я их соединила я сейчас вам вот так вот потому что обвязка у нас еще будет чашечка у меня 19 рядов вот эту чашечку я нарисовал у вас может быть сколько угодно потому что нитки опять же повторяюсь размеры разные да по первому видео мы вяжем эту чашечку вывязали чашечку далее вот обвязка видите обвязка у меня была отдельно все тут я соединила столбиком две ну две чашечки между собой поэтому для начала эти чашечки две абсолютно идентичные вяжутся отдельно обвязочка значит объясняю если он взять вот наши последние ряды я вот так вот обозначу и вот тут мы допустим тут мы вяжем столбик без накида далее один пропускаем одну петлю и из этой петли мы вывязываем два три четыре пять столбиков с накидом вот одну пропускаем в следующую столбик без накида и поехали таким же образом вот это весь рапорт то есть вот они и получаются такие ракушечки из пяти столбиков с накидом между череду и между ними стоят как бы закрепляющий столбик без накида и поехали дальше вот таким вот образом мы довязываем до нашей вершины чашечки вот последняя последний цветочек этот и тут я еще столбик с накидом возможно тут было два столбика даже невозможно а было два я как вижу и все пошла я вязать вверх цепочку на длину сколько вам нужно этой завязки и обратным макаром повернулась и столбик без накида вернулась ту же точечку вот сюда и вот так вот получается у меня вот эта бретелька и поехала дальше вернее наоборот я начинала отсюда вот видите рисовать я начала наоборот отсюда мы начинаем вязать потом вяжем цепочку возвращаемся и продолжаем сюда вот таким вот образом у нас будут подготовлены две чашечки вот я их вам нарисовала далее мы берем эти две чашечки уже готовые тут у нас как бы складываем лицевыми сторонами во внутрь и вот тут вот видите три как бы рапорта у меня раз-два-три три я садите соединила в вершине этих ракушек видите цепочкой то есть я прихватила тут 2 2 2 воздушные петли сделала и тут прихватила как бы две эти ракушечки две воздушные петли то есть я это соединена соединила для того чтобы вот это не развязалась все приношение чтобы она немножечко было фиксированное видят это можно сделать иголочкой вполне нормально и не в смысле вполне реально сделать это иглу иголкой сшить это все дело возможно вам не придется даже этого сделать сшивать может вам нужно будет тут вы вырез побольше захочется далее когда сшиты вот эти две чашечки вот представьте что тут у нас пока ничего нету есть только вот эти две чашечки здесь внизу мы начинаем вязание отсюда туда как бы то есть вот так вот у нас связание лежит мы отсюда начинаем вязать столбиком с накидом вот он наш почему у меня присобрана потому что я набирал обычно если столбик с накидом я делаю тут обвязку я набираю с каждого столбика 2 2 вывязывая а тут я вывязывала по одному столбику то есть в итоге получилось у меня присборенная вот такой вот один ряд столбиком с накидом не провязала вот он я не буду все рисовать я думаю вам понятно сейчас я положила все так как я вязала вот этих боков еще не было далее я вязала вот эту часть вот видите прямоугольничек ровненько вот так вот я его вязала вот потом у меня это все изделие было в таком вот виде то есть две чашечки они естественно уже с веревочками обвязаны и уже красивые готовы и связала я вот эту вот эта штукенцию а у меня тут сейчас нарисую вам здесь большим раз два три 4 столбика с накидом воздушная петля и далее 4 столбика с накидом вот все и второй раз дарят точно так же то есть эти столбики это воздушная петля находится над воздушной петлей таким образом получается вот эти дырешечки вот провязала если интересно 4 5 6 7 8 9 10 11 рядов у меня была провязана это тоже индивидуально могу измерить сколько сантиметра сантиметров тут у меня провязана 6 половиной вот эта планочка под грудью а сама чашечка я вам скажу сейчас сколько в высоту как бы хотя бы примерно ориентировочно 20 сантиметров у меня сама чашечка а в ширину я уже сейчас даже не смею это просто я говорю вам это размер где-то 42 44 поэтому не ориентируйтесь по моему размеру смотрите по себе лифчик топик вот возьмите прям наливчики меряйте 21 когда у меня была связана вот эта планочка как бы под чашечками я набирала вот эти боковые вот смотрите вот эта часть она связана отдельно то есть отсюда я уже набиралась как бы тут в боковушке но набирала как бы гладко то есть из каждой петли из каждого столбика с накидом я вывязывала два столбика с накидом как бы в сторону поэтому и получилось же гладенько тут я вывязывала один и поэтому она набралась вот значит начала вязать вот так вот таким образом высота вот этого пока в боковушке это у меня 12 сантиметров здесь вот 12 вот эта часть начала в конце у меня осталось 5 сантиметров то есть вяжем эту часть тут у нас 12 тут у нас осталось 5 тоже не принципиально сколько петель я же говорю я говорить не буду потому что у вас это может быть совсем другое количество я рассказываю принципе вот вот здесь вот я видите тут есть у нас скос то есть в каждом ряду я убавляла по одному столбику с накидом убавляла 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 тут я решила что убавлять мне не надо возможно у вас этот процесс начнется здесь что вы решите возможно вы захотите больше закрыть спинку и связать ровно тоже вариант это уже ваше право так что сам факт того что то есть на а вот что еще хотела сказать раз два три четыре на 4 от этих рапорта я подняла как бы тоже чтобы отсюда ничего не вываливались никакие никакая сиська не вываливалась в общем немного повыше видите можно было бы начать отсюда но мне кажется как для топа это очень можно еще поднять повыше если захотите прям под руку чтобы она под рукой вот это все дело было то есть это опять же это очень все индивидуально смотрите сами девчонки вот прикиньте на себя этот уже готовый как бы густичек и прикиньте даже свяжите пару рядов и посмотрите годится не годится вот поэтому убирала я тут в каждом ряду по одному столбику до того момента пока мне это перестало нравится бы я не захотела дальше открывать то есть еще раз можно ровно можно в каждом втором ряду по петле то есть вот так вот будет меньше скос можно так в каждом ряду вот может и закончить здесь это тоже это все не важно то есть вы вяжете вот эти две части столбиком с накидом а там уже сами решите будете вы уменьшать будете вы вязать ровно вот смотрите примерно расстояние от соответствует если его сложить он докуда это я к чему говорю докуда вязать вот если вы этот топик сложите вот видите бюстик и то есть это должно соответствовать передние наши детальки вот если мы это зашнуруем он так вот она там уже сядет на вас как шнуровочка это будет больше меньше это такое дело то есть в этом в полуфабрикате это должно быть без вот этих делов то есть пока у вас получится вот такая вот деталь вы свяжите эти бока вяжите отсюда туда один и отсюда туда второй так я думаю понятно далее опять же далее уже все прошло просто далее мы вяжем просто по низу по всему вяжем столбиком с накидом столбик с накидом воздушная петля столбик с накидом воздушная петля такую сеточку мы вяжем столбик с накидом воздушная петля все длину довязываем он вот сколько нам нужно столько мы и довязали сколько вашей душе угодно вот у меня не так хватило настолько может быть довязала и больше но мне что-то меня смущала эта шнуровка потом внизу что что еще опять же эти ракушечки как на чашечках абсолютно одинаковые то есть из 5 петель столбиков с накидом мы ее делаем вот и все ничего сложного и поэтому я и решила что я думаю я вам лучше расскажу кому чего не понятно девчонки ну и потом шнуровочку это мы продеваем честно скажу шнуровка неудобно очень неудобно девчонки поэтому будь либо пуговки тут маленькие красивенькие ну вот чтобы совсем не застегивалась я думаю оно не получится потому что надо же как-то одевать пуговочки крючочечки ну шнуровка смотрится красиво но не практично пока в нее влезешь пока зашнуруешь ну такие вот дела вот я думаю я рассказала и думаю все понятно если вдруг кто-то на каком-то этапе остановится не поймет что и что ему дальше делать девчонки я есть вконтакте и я оставлю под видео ссылку у кого какие непонятки или чего-то случилось непонятно дальше добавляйтесь друзья напишите просто топ допустим я пойму что это вы фотографию я посмотрю и скажу я отвечу вам так что вот так вот девчоночки я думаю все вам понятно потому что сложного я вязала из головы вот я допустим этот именно этот топ я вязала вот как сначала связала чашечки я не знала изначально какой он будет я просто походу как-то у меня как пазлик складывался и такой вот получился ну все зайдем и а вот сейчас я дорисую вниз выдать до вяжите сколько вам захочется вот кстати если сделать на крючках и муж можно по длине и сделать и и думаю будет лучше он совсем без застежки он не получится девчонки вот думаю все объяснила понятно я надеюсь так а с вами была вика всем пока пока